Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы начинаем нашу программу, и сегодня у нас понедельник, 5 декабря 2022 года, 6 часов утра, город Чикаго, 15 часов, время Минск-Косковская. Анжела, рад приветствовать! У вас идет ссылка, у вас открыта ссылка какая-то, наверное, нет? У вас идет ссылка, у вас открыта ссылка, у вас открыта ссылка, поскольку много включено программы, поскольку много включено программы, я даже не знаю, что делать. Что там, кто включается? Я даже не знаю, что делать. Добрый день! Я даже не знаю, что делать. Добрый день! Но сейчас не знаю, что делать... – Тихо стало? – Тихо. – Ну хорошо, остается попросить прощения за минуту эхо. – Не знаю, не знаю. Ну что-то я сам закрыл, не знаю. Разные браузеры. Дело в том, что у меня 4 браузера на компьютерах. И я хотел бы сказать о том, что, наверное, все уже слышали о том, что главный канал сегодня заблокирован. YouTube заблокировал главный канал. И поэтому мы ведем сейчас другого канала. И в течение какого-то времени так оно будет продолжаться. Все абсолютно программы будут идти именно таким образом, пока нам не разрешат, скажем так, вести передачи на главном канале. Вот. Ну, такова политика, скажем так, YouTube. Тут ничего не поделаешь. Не все можно говорить в эфире. И еще раз. Рад приветствовать Анжелу. Да, мы сейчас беседуем с Анжелой Улюбиной, которая является представителем клуба Таро. Ну и предполагаем о том, что сегодня, ну, сегодня и последующие понедельники мы будем делать эти программы. Уж не знаю, на каком канале, но в самом случае пока так. В среду мы встретимся с Галиной, да, тем не менее. Вот. Ну, а сейчас обычная программа. Пожалуйста, друзья, вы можете задавать вопросы. Не все они будут отвечаться, поскольку эта программа есть, ну, в разных, собственно, ракурсах, в частности, и по финансам тоже, но не конкретно, по каким-то конкретным инструментам общим. Вот. Я могу сказать вот о чем, о том, что мы вчера с Анжелой беседовали. Мне хотелось определить, скажем так, для себя, насколько, насколько будет, так сказать, актуально и желательно, что Анжела будет вот у нас по понедельникам заменять, будем так говорить, Галину. Ну, выяснилось о том, что я был очень, так сказать, импресс по-английски, ну, воодушевлен и приятно удивлен о том, что все вопросы, которые я задавал практически, практически в той или иной степени, они были примерно, ответы были такие же, как вот мы беседовали с Галиной. То есть достойная, достойный ученик, достойный своего учителя. Вот. Поздравляю. Давайте мы все вместе поздравим Анжелу. Вот. Тем более, ее уже и так поздравляют в клубе Таро с этим. Анжела. Хорошо. Хорошо. Вот. Не знаю, насколько этот вопрос уместен или нет. Совсем недавно, неожиданно, но, как мы знаем, неожиданно люди, как-то неожиданно, да. Вот. Люди сегодня уходят из этого мира физического. Вопрос, почему? От болезней, от переживаний, от ментальных каких-то вовлечений в процессы, которые идут в мире. Вот. Какова главная причина, если карты могут ответить на такой вопрос? И, в частности, второй вопрос. Или давайте по порядку. По порядку давайте. Вас не слышно. У вас выключен микрофон. Микрофон выключен у вас. Ну вот. Видите, все не так. Внизу есть шестереночка. И вам надо включить микрофон. Внизу, в самом низу. Вот первая кнопка слева написано «Закрыт микрофон у вас». Так, а бывает. Сейчас закрыт. Да. Поехали. Извиняйте, только привыкаю к связи. Понятно. Смотрим основную причину ухода людей с этого плана, так скажем, да? Да. В том числе каких-то политических деятелей, может быть, да? Есть конкретный человек, который вот тоже неожиданно как-то настигла его. Вы карты не показываете, правильно? Мы с вами говорили. Нет, сегодня мы так, да, можем поговорить. Основная причина ухода людей. Я очень люблю карты свои, потому что они говорят, на самом деле, очень красноречиво. Карты ваши? Ну, я же занимаюсь как бы со своей колодой, да? Понятно. Основная причина, ее даже, знаете, как бы сейчас вот прям как не обозначить. Причины совершенно разные. И вот в последнее время тоже об этом, ну, и рассуждала, и обсуждала, что каждый человек приходит сюда со своими задачами, да? Со своими целями, ну, я имею в виду цель души. И здесь реально вот у каждого свой путь. То есть кто-то уходит, потому что это рубеж, да? Кто-то уходит, потому что планы меняются. Опять же, планы души. Кто-то уходит по задачам, которые скоропалительные, решительно закрываются. То есть программа человека закрывается. Опять же, это тот же план. Основная причина большинства уходящих, они не справляются, как сказать, с тяжестью вот на плечах. Ну, я бы сказала, в какой-то области человечества им тяжело справляться с вот этими энергетическими потоками, с этими, понимаете, не всех по жизни, вот по течению не всем удается. В основном люди против, да, бьются. Вот тяжело, очень много от тяжести, от болезней. И как это? Основные все равно причины, они острые. Это болезнь, это обрушение в том числе каких-то личных планов. То есть человек не справляется вот именно на таком, даже небытийский этот план. Как вам сказать? Это проблемы и с деньгами, это проблемы и с болезнями. Вы знаете, вот именно когда человек сам себе говорит, мне тяжело, я не могу. Страшная фраза на самом деле, когда человек такие вещи себе говорит. И мы переписывать можем программу, мы можем ускорить эту программу. Основная причина это потеря веры в себя или потеря веры в то, что происходит. То есть человек проваливается, он начинает плавать, теряется ориентир по жизни. Ну все, то есть доходит до пика и дальше жизнь рушится. Хорошо, конкретно министра, по-моему, обороны Беларуси, министра обороны, не слышал, имя называть, он умер. Есть какие-то особые мнения о том, что это, конечно, может быть естественная причина, понятно, мы все определяем, но тем не менее, может быть и нет. В чем причина? Ну, имеется в виду медицинская, наверное, какая-то. Бывший министр обороны или кто? Нет, действующий, он не бывший. А если он умер? Или министр иностранных дел, по-моему. Я не помню, Беларуси, короче говоря. Да, он умер. Интересно, я посмотрел с момента его рождения, до момента его смерти прошло, это следующий вопрос будет, 3330, то есть три троечки. Я поняла, о чем вы говорите. А, вы знаете, да, это? Нет, я знаю просто, каким образом работают такие вещи. А, да, ну вот это будет следующий вопрос. Он был министр иностранных дел, да, ну вот я по праву, да. Министр, это у нас Эдуард знает все. По правилам. Помогли. Ну, в смысле, я не знаю, карты говорят тогда. Я сделала какой расклад? Естественная причина, либо другая причина? Ясно. Хорошо. Ну, вдаваться в детали мы не можем, поэтому этого и не надо, собственно говоря. У меня к вам вопрос совсем из другой оперы, скажем. Поскольку вот я читаю там, скажем, то, что приходят имейлы в центры Сангейс, иногда читаю. Вот. И там есть такая интересная процедура у другого нашего преподавателя, процедура, которая обрезает связи с первыми партнерами нашими. Ну, у каждого человека, наверное, или у многих, практически у всех были, прежде чем они, так сказать, устаканились и стали, наконец, жить жизнью, ну, юношеские, какие-то увлечения, понятно, да, партнеры, сексуальные партнеры. Насколько вот эти вот первые, скажем, связи, они влияют на последующую жизнь, даже если, к примеру, мужчина женился, ну, в основном для женщин, конечно, вышла замуж второй раз бывает, бывает, третий раз, ну, всякое бывает, да. Кто-то выходит замуж седьмой или восьмой раз, вот, мы знаем, да, таких людей, ну, вот, и не скрывает этого, как сказать. Вот насколько это влияет. Есть такая, знаете, система, телегония называется. Вопрос задала, как влияют, да, подобные связи? Да. На самом деле они влияют, ну, как бы, я так скажу, в большинстве случаев, нет, не буду так говорить, если человек слабый по энергетике, они могут влиять очень достаточно сильно. Почему? Потому что все это имеет название, да, энергетические нити. Ну, я как вот это вижу, и это сплетение, оно, конечно, будет влиять. Все зависит от того, какая энергетика у человека. Если человек с сильной энергетикой, то есть он абсолютно справляется, он может выправить ситуацию, и, вы знаете, как, опять же, работа с этими энергиями. Если есть такие программы, либо учителя, которые помогают это убирать, это хорошо. То есть это на пользу, это на плюс человеку, для человека это, как бы, возвращение дополнительного ресурса. Это выглядит вот так. Когда человеку вот эту программу убирают, эта программа, вот опять же, она, она есть. Либо человек с ней уходит всю жизнь, и она, как бы, как печати, как следы оставляет по жизни, ну, либо он справляется и просто выправляется в жизненной ситуации. Скажите, вот у каждого человека есть какая-то своя ситуация, скажем, кто-то уехал в какую-то другую страну, а родные остались в той стране, допустим, да, ну, эмигрировал, скажем так. А насколько нарушаются в этом плане связи, родовые связи или не нарушаются? Нарушаются ли родовые связи, когда человек уезжает от своей семьи? Да, ну, есть, конечно, возрастные какие-то там страны. Да, да, да. Да, в раннем возрасте, там, в позднем возрасте и так далее. Я говорю, как карта показывает, да. По сути, для человека быть рядом с семьей, это правильно, да. То есть, по идее, ну, нужно помнить о том, что родовые связи, их надо просто подкреплять. Они не будут нарушаться, если мы, не знаю, чтим память родственников, если мы сохраняем связь с родственниками. Но мы же не на космос, в смысле, не на Марс улетаем, да. У нас есть телекоммуникации какие-то, ну, то есть средства связи. Обязательно общайтесь со своими родными и близкими, потому что связь не нарушается, если мы вкладываем. Вкладываем в свою душу, сердце, вкладываем время позвонить, да. Особенно поддерживайте своих родных и близких в состояниях, когда им, ну, как бы, им требуется душевное тепло. Наверное, вот это самое важное. Тогда, ну, ничего вам не грозит. Вы можете уезжать, не знаю, хоть в Австралии жить, но если вы сохраняете отношения, мысли, вообще 100% связь поддерживается. Ну, это работа, и так же работа, да? Понятно. В отношениях. Анжела, два места вы назвали, мне интересно. Первое место – это Марс, второе место – это Австралия. Ну, у нас есть товарищ, так сказать, вот, который, у него тоже начинается его фамилия Наэм Марс. Я поняла про кого. Да, он пытается что-то полететь. Скажите, человек полетит на Марс когда-нибудь в обозривых, в этом, не знаю, тысячелетии, столетии? Ну, как они обещают, даже чуть ли не на следующий год. Да, вот на следующий год полетит человек или... Да, для начала человек полетит ли ближайший год на Марс. Да. Да. Вот такси. Да. Продолжение следует... Вы так обстоятельно смотрите, как будто... Не обстоятельно, потому что... Я объясню сейчас, почему. Планеты, на самом деле. Практически. Понимаете, когда... У Герберта Уэллса было такое... Практически, почему? Потому что, вот знаете, здесь очень сильно приплетается к таким раскладам желания людей, да? Желание людей, чтобы реальность обстояла вот так и не иначе. Полетит ли... Мне хочется даже пошутить. Да куда угодно можно полететь. Но здесь больше такая иллюзия. Ты по-любому можешь полететь во сне. Ты можешь по-любому полететь, не знаю, в медитации побыть, да? Но вот как бы покинуть некую такую... Вернее, как не покинуть? Здесь так вот карты, интересно, показывают. Перейти какую-то границу, да? Вот человек пока еще не готов. Опять же, я не понимаю. Может быть, это какая-то... На каком-то расстоянии мы не можем пока? Анжела, пока достаточно. Я прошу прощения, что перебиваю. Но дело в том, что у нас могут появиться вопросы. Поэтому я хотел бы сэкономить время. Вы ответили, но... Мне нравятся ваши вопросы. Да, я понимаю. Но я, допустим, это к чему-то, если я скажу вопрос. Это не просто с потолка мне так захотелось задать. Дело в том, что у нас есть люди, которые говорят о том, что они там уже давно бывают. Постоянно туда-сюда. Вот летают просто, вот как в магазин сходить. Понимаете, за молоком, за хлебом. Вот, летают. Вот их забирают. Вот я, говорит, заснула. Меня в тонком теле, в тонком, в грубом, в грубом тоже забирают, говорят. Похищают. Пришельцы, контактеры. Вот, контактеры. Я, говорит, контактировала сегодня на планете. Причем такой планеты я где-то не слыхал. Какие-то названия планет странные. Я вроде как бы планеты... Я когда-то читал фантастику, там столько всяких звезд и планет. Вот, я таких не слыхал. Но вот, говорят, летают туда. Действительно ли летают? Или это какая-то иллюзия? Я не хочу именно называть. Но, наверное, многие знают, о ком идет. Самый главный у нас тут есть контактер. Я не стебусь, простите. Действительно, это просто как бы интересно. Я постараюсь как-то аккуратненько сказать, да, на эту тему. Вопрос таких, вот вы правильно сказали, это с тонкого плана, да? Да. Это информационного порядка. То есть человек, погружаясь в себя, в свой мир, ну, либо в какое-то тонкое состояние, он может перемещаться. Он может перемещаться абсолютно точно, имея определенную силу и способности, данные ему по, ну, либо наработанные, либо с которыми он пришел. И это этап его, как бы, обучения. То есть есть путь, путь обучения, развития, да, это возможно. На тонком плане, да, это возможно. Можно. Это не иллюзия, это, ну, как бы, не игра ума. Это может быть, но, опять же, может быть, да. Хорошо. Елена, 53 года, ушла из астрологии в сетевой маркетинг. Правильный ли мой выбор? Пока Анжела смотрит, Анастасия, задавайте, задавайте вопрос. Это, ну, не все, конечно, можно озвучивать, но попробуйте. Еще раз вопрос звучал. Елене. Елене 53 года, занималась, понимаете, астрологией. И вдруг пошла в сетевой маркетинг. Правильно ли она сделала, да? Да. Я не знаю, это ли это Елена, но, по-моему, был вопрос по поводу сетевой маркетинг. У кого-то этот, он был уже озвучен. Потому что другой человек не знал. Что ушло неправильно. Ну, здесь такое интересное, что сам вопрос, он достаточно такой, ну, немножко странный, в плане астрология, это не та, как это, работа, которую можно забрасывать. Астрология ей дает, ну, душевное текло. В том числе. То есть для нее это ресурсная астрология. Но самое интересное, что вот достаточно такая непростая работа в сетевом маркетинге, она для нее, ну, тяжеловато, где-то там поддавливает. Но, тем не менее, это тоже хороший выбор. То есть я не считаю, что здесь надо прям выбрать либо-либо. Если астрология есть, почему? Это вот греет душу ей. Она перестала консультировать, имеется в виду. Ну, то есть... Не забрасывать астрологию. В сетевом маркетинге можно зарабатывать больше, чем в консультации. Здесь просто вот опять же, а карта, да? Ну, а может, вам попробовать, нет? Не попробую. Что? В сетевой маркетинг. А я была там, и я даже, да? Да? Да. Ну, в Амвэй, в принципе, и работала, и... В Амвэй, да? В Амвэй, да. Ну, и до уровня небольшого дошла, до сеть бра, даже до золотого. А потом, ну, для меня это слишком много, как это, выплеска энергии. Это, ну, не мое. Понятно. Слишком много энергии там, да. Да. Можно перейти с сервисом управдома как-то где-то. А, то есть, вы наоборот. Вот она пошла. Ну, так вы правильная? У людей же разные. Тогда или нет? У Елены правильный ли выбор? Я сказала, ей правильно будет сохранить это, как минимум, для себя, потому что ей это хорошо. Ее это радует, понимаете? Нет, я не думаю, что она бросила заниматься астрологией, она перестала транссультироваться. Но направление, да, направление для нее хорошее. Понятно, хорошо. Результаты будут. Нет, давайте мы, дорогие, про карты начали говорить и отвлеклись. Вас вопрос интересует или вас карта интересует, простите, Елена? Вам ответила Анжела все. А какая это была карта, как ее трактовать, это вопрос технический. Да я скажу, это была карта Солнца, которая греет, вот именно про астрологию. Для души это пусть останется, не забрасывается. Еще раз, это технический вопрос, мы на это не можем отвлекаться. Я смотрю на два монитора, все-таки вот на этой программе, поскольку там не все вопросы освещаются. То есть сейчас задействовано пять каналов, по-моему, у наших центра Сангейтс. Давайте буду читать здесь. Наладится ли у нас гармоничное отношение с сыном в ближайший год? Спрашивает Ирина. Спасибо. Суть вопроса даже, знаете, возрождение отношений. Я так понимаю, что какое-то было разочарование, не то, что это не разочарование, а негативные моменты отношений. Они отходят на задний план, просто надо развивать эти отношения, надо в них вкладываться. Будьте чуть-чуть прислушивайтесь себе, к своей разумности, к своей мудрости. Они нормализуются, но вот надо их выстраивать. Конкретно в этот год, ну вот вы в течение года, я так поняла, на ближайший год, это будет сложновато, потому что сын, по энергетике такой еще не принимающий, какие-то моменты отрицающий, будет сложновато. Но опять же, вы же мудрее, налаживайте все. Понятно. Анжела, спасибо. Анжела, у нас к прошлой передаче был комментарий, когда мы с вами делали программу. Людмила, я вообще считаю, конечно, что это некорректно, мамочке говорить о сыночке, которому 40 лет, но все равно для нее хоть и 50 и 60, все равно для мамы это будет сыном. Короче говоря, Людмила задает вопрос, сыну 40 лет, семьи нету, обретет ли он семью и бросит ли он пагубную привычку употреблять алкоголь? Сына как зовут? Не написано, как зовут ребенка. А я бы вот не стала здесь. 40 лет. Потому что он взрослый человек, да, желательно. Ну, в принципе, я понимаю вполне Людмилу, потому что любую маму всегда будет, как бы мы ни говорили, что они вырастают, наши дети – это наши дети, да. Но желательно имя, потому что это взрослый человек. Нету имени, поэтому забыли. Я не стала, да. Тогда у меня к вам другой вопрос. Что карты говорят о причине, допустим, пьянства, алкоголизма или так далее? И, как известно, есть отдельная страна в мире, где пьют все. А вы из Питера, да? Да. В Питере пить? Ну, это просто фраза в Питере пить. Ну, на самом деле. Вы знаете, чья фраза, да? Нет. Как это? Вашего соотечественника и группы Ленинград. Как это? Я говорю из песни. Даже я знаю. Из песни слов не выкинешь, да? Здесь такой момент, что в моем окружении питейных товарищей мало. И вообще, на самом деле, как вот я наблюдаю, привычка, не то что привычка, а все меньше как бы курящих людей, все меньше встречаю вообще там. Даже под шофе чуть-чуть. То есть я как-то не встречаю таких людей. А может быть от безысходности, а может быть от неустройства. Вы как-то спрашиваете ли меня? Я спрашиваю и вас. Вы же с картами сидите? Ну, просто карты смотрите. Мы не можем, это что абстрактно. У людей кто-то не справляется. Ну, как правило, мне кажется, всего несколько таких причин. Давайте спросим у карт. Общий вопрос. Да. В чем причина? И варианты такие, такие, такие. В чем причина, когда человек пьет или спивается? Ну, прежде чем спится, он начинает пить. Не, ну, если кто-то держится, знаете. Первая карта от хорошей жизни. Даже так бывает. Замечательно. Здесь можно вообще по всем картам пройтись. Есть люди, которые пьют от хорошей жизни. У них в жизни становится все хорошо. И, скорее всего, это вот начинается пьянка-гулянка, отмечание, как бы помогая здесь вот иллюзии, да. Например, для кого-то иллюзии идут, как они придумывают что-то себе там, замышляют, и это их сподвигает, да. Другие впадают в иллюзию и, наоборот, какие-то свои страхи, и это сподвигает. Для многих просто это... Ну, давайте карту вот показывать. Есть умеренность. Ну, как бы я чуть-чуть. Начинает это начало, да. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть такого. Ну, посидим, поговорим. То есть это начало. Для многих оно становится как бы таким непреодолимым. Вот. Кому-то это считает... Ну, вернее, даже большинство людей, и это в прошлое, то есть которые считали эту привычку правильной, нормой, но это уходит в прошлое, видать, программа меняется, опять же, человечество. А почему люди попадают в это? Есть генетическая. То есть генетическая причина, она получается чуть ли не основная. Это карта претензий, семья, то есть что-то заложено непосредственно в генетической программе человека. Но так как это очень важная карта, я считаю, что большинство идут по этой дороге, по этой программе. Вот. И в том числе здесь вот кому-то по программе просто пройти этот путь, ну, не знаю, алкоголизма, кому-то нужны эти энергии просто, да? Это как накопительство души. Ну, и все равно кто что выберет. Вот понимаете, как колесо судьбы. Человек вправе все равно убирать, что ему надо. Он может просто выбрать вот такой путь. Вот и все. Вот показали карты. Понятно. Хорошо. Вопрос конкретный. Наталья, найду ли я работу в ближайшие полгода и в какую сферу деятельности мне идти? Наталья, ближайшие полгода работы. То есть работа как таковой нет, а тут не надо, да? Ну, это не пишет, но можно просто сделать вывод. Да, ситуация у нее такая вот нестабильная в жизни. И сейчас вот конкретно даже вот карты показывают, как человеку нелегко, нет легкости, да? С одной стороны, вроде как голова понимает, что надо идти работать, но что-то такое будет давящее, неприятное и все равно много страхов. Карты показывает, подождите. Вот эту неуверенность убирайте, и на самом деле будет хорошая перспектива. Все, спасибо, спасибо. Достаточно, дорогие друзья, я прошу прощения. Дело в том, что у нас, видите, Анжела делает очень и очень обстоятельно. Это достойно уважения, но временной промежуток у нас на программу отведен определенный. Ну, такие вопросы. И даже дело не в вопросах, их может быть миллион сейчас будет вопросов, понятно, когда мы стали именно такие конкретные для людей. Ну, просто времени может не хватить, поэтому давайте, если вы хотите более подробно, выйдите на консультацию или как минимум на Zoom-сессию. Так, у нас есть Татьяна. Татьяна задает вопрос, в чем мне лучше развиваться, второй или нумерология? В чем мне лучше развиваться? Второй? Таро. Все. Следующий вопрос. Будет хороший результат в Таро. Ну, давайте я тогда добавлю. Анжела является представителем клуба Таро, одна из любимых учениц Галины. И еще раз повторюсь, я, так сказать, ну не то, что проверял или тестировал, но общался. И был приятно, скажем так, удивлен. Ну, было настолько, действительно, первое, комфортно и под мысли, даже без карты. Лично мне очень и очень по душе, поэтому обратил бы внимание, дорогие друзья. Вы задаете вопросы, вам легче, наверное, зайти в клуб Таро будет и получать ответы. Причем с разных сторон, потому что, как мне сказала Анжела, Галина ее просит посмотреть ее персональные ситуации. То есть мы можем управлять и давать советы, это известная истина. Кому угодно, всем будет замечательный совет, и самим себе, ну, Вселенная не всегда дает правильные ответы. Так, Мехри, 39 лет. Если на мне магическое воздействие, чувствую, что есть приворот. Тянет к определенному человеку, но понимаю, что не люблю. Еще раз имя. Мехри. Так, вопрос будет, есть ли приворот. Ну, приворот. Потому что здесь слишком такое. Ну, да. Я бы не сказала, что это приворот. Человек, как сказать, просто по судьбе ему нужно пройти вот эту задачу, да, ну, или этот урок. Ну, как конкретно этот урок. И просто, что чувствует человек, пусть это делает, опять же, слушает себя. Здесь нет такого, что какие-то силы темные воздействуют. Такого нет. Просто иногда мы хотим переложить на щита плечи. Нет. Это такие вещи просто по судьбе едет. Хорошо. Давайте я, да, значит, вот первый вопрос по Марсу вы ответили, второй вопрос был по Австралии. Скажите, это очень странные континенты, которых не было вообще-то на Земле какое-то время. Потом они появились с Австралии, с Новой Зеландии. Почему? Потому что сместились там полюса магнитные и так далее. Тут много вариантов. Скажите, дело в том, что сейчас у нас есть в части человек, который там проживает, насколько я помню. Вот это место, вот эти два континента, там Австралия, есть прогнозы достаточно серьезные. Есть ли там какая-то опасность в ближайшие годы? О том, что вот подниматься, опускаться будут. А в Новой Зеландии вообще постоянно там трясет, там вулканы много, землетрясения. Опять же, мы два континента берем? Австралии, Новой Зеландии? Давайте Австралию достаточно. Ну, я уже дала Австралию, Новой Зеландии. Хорошо. Это, понимаешь, общая территория? Да, наверное, мы зря объединили, но что есть, то есть. Даже показано, что эти территории, они, в общем-то, одно общее. Будет происходить много таких традиционных, но как бы уместных событий для этих земель. Где-то программа будет даже обнуляться. Есть такое при воздействии как бы определенной, ну, так скажем, силы. Силы, которые будет очищать. Возможно, даже, мне сложно сказать, я такое первый раз вижу, типа территории, что можно очистить. Может быть, такое не можешь, не знаю, но вот как-то так. Ну, хорошо, не будем вдаваться в детали. Это в какой-то из передач я там, может быть, сам расскажу. Хорошо, давайте следующий вопрос. Вопрос, ну, тут они размытые, дорогие друзья. Вы задавайте более конкретные, потому что в какую сферу деятельности мне идти? Ну, сейчас вам что, Анжела будет перечислять сферы деятельности, что ли? Найду ли я работу в ближайшие полгода, это было. К примеру, а в какой сферу деятельности это слишком размыто? По какой причине не могу увеличить свой достаток? В какой сфере смогу найти финансовый достаток? Это слишком широкий вопрос просто. Ну, так я об этом и говорю. Друзья, так не задают вопросы. Вам надо более конкретно или вам надо идти тогда и, так сказать, расширять. Но уже не здесь, а куда-то там, то ли на консультацию, то ли в Zoom-сессию, то ли в клуб второго, пожалуйста. А можно я объясню разницу, Майкл? Да, пожалуйста. Просто когда задаются вопросы вот так вот, например, во время передачи, очень здесь такое информационное поле, достаточно плотное, да, информацию, но можно какую-то с поверхности снять, она, на нее меньше всего идет влияние. Если человек, например, ныряет в какую-то область, хочет ее расширить, но получается, когда один на один работаешь, ты считываешь информацию конкретного человека. Ты видишь его поле, ты можешь перелистать его событийные ряды, и это легче и, скорее всего, больше вероятность, что пойдем в точку. Вот так. Конкретнее всего больше. Понятно. Ну вот пример конкретного вопроса. Галина задает вопрос. Стоит ли мне с мужем переезжать жить в Канаду в феврале или лучше в другое время? То есть, получается, вопрос решен, но когда? В феврале или лучше в другое время? Да, решение уже принято. Ну, судя по вопросу, да. Да, да, да. Или другое время. На самом деле, я бы сказала, что время-то можно выбрать и другое, да. И вот сейчас скажу. Февраль, он чем хорош? Он уже, видать, ментально у нее выстроен как-то в голове. И это уже как путь домой получается. А в любое другое время тоже нормально, но она будет себя накручивать, она будет думать, сомневаться. Но если в феврале вы решили, то это будет прям хорошее время. Понятно. Хорошо. Смотрите. Что ждать в личной жизни в ближайшее время? Стоит ли я рассматривать такой вопрос, который задает Анна? Что стоит? Я бы сказала, не стоит. Разметно. Ну, вы сами поймите, да, что в вашей жизни может произойти вообще ряд таких событий, которые будут вообще друг от друга независимы. Вы можете влюбиться, вы можете найти работу, можете расстаться. Ну, то есть, когда конкретно вы задаешь какое-то направление, так лучше. Понятно. Ну, я, да, по поводу алкоголя могу вам сказать, не надо спрашивать у Анжелы, это достаточно просто. В прошлой жизни, скажем так, да, у вас было пристрастие к алкоголю. И теперь вам дается вот это самое зеркало посмотреть со стороны тех людей, и никто не говорит, и никто не знает, к примеру, о том, кем вы были, женщиной или мужчиной. Да, на мой взгляд, мужчиной. Я помню ваши вопросы все. Вот. И, соответственно, ваше окружение в прошлой жизни было, естественно, недовольно. Теперь вам дают вот эти зеркала, поэтому что там спрашивают? Заворок должна прийти, отпустить это, обойти прошлую жизнь и сказать, да, ну, то, что было, то было. А сегодня вы не должны, так сказать, эмоционально быть вовлечены. Здесь много нюансов, как и так далее, но это не сегодня. Здесь у нас нет возможности, к сожалению. Что нас ждет, спрашивает Ольга по поводу Австралии. Но она задает вопрос другой. Кто создал Вселенную? Это Ольга, да? Это Ольга за этот вопрос. Ну, на самом деле, ответ давным-давно уже есть, понимаете. Но мы беседовали. Ну, мы о карте, да, не слышали. Это я вам расскажу. Вот же вот, когда мы беседовали с человеком, с ученым. Ну, и есть различные гипотезы, там, я знаю, теории. Вот, теория большого взрыва, ну, и много такого подобного теория. Ну, а есть теория о том, что, ну, теория, я бы сказал, что это не теория, но тем не менее. Вот, создатель материальной вселенной или повелитель, скажем так, Брахма, а вообще-то говоря, Господь Бог решил поиграться. Вот, и он создал такую Вселенную для людей, которые там играются в войну, в карты, гадают, вот сидят, понимаете. Ух ты! А можно, да, сказать? Говорите, конечно. Я никогда такой вопрос не задавала. Я вообще, мне нравятся такие... Она же много чего не задает. Суть, да, ну, вообще, из чего, кто создал Вселенную? Ну, так задал вопрос. Да. Тот, кто управляет всем процессом, даже не знаю, как, ну, рождение всего, назовем это условно такой источник, да? Да, источник, здесь нет никакой магии. Вот, что интересно здесь прямо показывает, здесь нет никакой магии. Это процесс естественный, и он как бы возрождающийся, постоянно перерождающийся. То есть это очень живой процесс. Процесс, основанный на, ну, как мы тоже говорим, энергии любви или энергии... Абсолютно, наверное, скорее всего, здесь так. Так, кто-то думает, что может быть, что сотворение было, как бы, случайно. Оно совершенно не случайно, оно, как бы, совершенно логичное. То есть оно, как, проистекает одно из другого. Самое интересное, что на итог тоже вот, ну, а что же будет, да? Оттайна. Верховная жрица говорит, не заглядывайте туда, куда не надо. То есть мы посмотрели, как появилась Вселенная, да? Ну, вот процесс ее жизни. И самое интересное, в этой Вселенной все, знаете, какие-то, как... Что все сбалансировано. Вот вообще Вселенная, очень гармоничное у нее состояние. Может, поэтому, когда мы что-то делаем не то, мы чувствуем, ну, неправильность, потому что мы не резонируем с этим пространством. Но пространство это совершенное, и оно создано для жизни. Жизни не в том плане, что для, там, для человеков и тому подобных. Нет. Ну, то есть здесь имеет место всему сама энергия жизни. Вот, она такая сотворяющая. И тоже вот в колоде остается такая карта, когда говорит, что думайте о том, что кроме вас еще кто-то есть. Не вы одни в этой Вселенной, да? Заботьтесь о ней, любите ее. Это энергия, энергия сотворения. Это то, что сказали карты. Но мне это нравится. Понятно. Хорошо. Давайте вопрос. Еще такое предположение. Может, она уже схлопывалась, потому что здесь такое, что она именно постоянно перерождается. В этом дельно говорить, потому что здесь много вариантов. Так, Анна, Анна задает вопрос. Ну, вот, что-то купила, некачественный продукт, даже пришлось идти в суд, суд выиграла. Деньги не отдают, тем не менее. Ну, и отдадут ли деньги, Анна? Отдадут ли деньги за товар, да? Да, я так понимаю. Ну, за то, чтобы куда-нибудь. Да. Знаете, там такая выжидательная позиция выбрана. Ну, не очень хотят, в общем-то, отдавать. И просто ситуация сложная, затяжная. И сам процесс, он в паузе. Я не знаю, что там произошло. Этот процесс в паузе, в ожидании. Нужно просто, ну, прояснить ситуацию. Опять же, как вы напомните себе, проявлять, ну, в идее, результат должен быть. Да, да, да. Хорошо. Что ждет Испанию в ближайшее время, спрашивает, год-два, спрашивает, наверное, Александр. Что ждет Испании? Да, что ждет Испанию? Еще раз имя. А, Александр. А, ты видишь, да? Ну, я некоторые вижу, да. Понятно. В ближайший год на два не смотрел. Хорошо. Мы смотрим опять для Александра или как? Нет. Для Испании. Значит, Испании. В Испании не так мало людей проживают. Я имею в виду русскоговорящих. Это нестабильность уже вышла. Так, ближайший год, ну, по идее, так это тяжеловатенько, да? Ну, не сказать, что намного тяжелее ситуация, но она как бы усугубляется. Каким образом происходят какие-то изменения здесь в плане, как это, на самом деле, либо это люди там пребывают в какой-то, в каком-то обмане. Но, во-первых, Испания теряет какие-то лидерские позиции. Это точно. Это точно. Возможно, это, ну, как политические круги, да, сами не видят выхода из этой ситуации на данный момент времени. Поэтому ситуация, она не самая плохая, но не хватает стабильности, да? Страна как бы выходит из зоны, когда она была, ну, так, твердо стояла на ногах, была процветающей, чуть-чуть уходит. Но, опять же, такой, знаете, это же процесс. Это только, во все вероятности, даже как будто начало какого-то процесса. Понятно. Хорошо. Ольга задает вопрос, стоит ли вкладывать деньги в покупку автомобиля? И стоит ли мне вообще водить машину? Еще, Ольга. Стоит ли покупать автомобиль и вообще в лизе, да? Да. Майкл? Майкл, я как будто в туман попала, я не слышу. Запись идет, нет? Нет. Ну, буду на всякий случай говорить. Говорите. Можно, да? Да. Так, вопрос идет о машине. Можно покупать, при том, что она сама чуть-чуть в этом неуверенная, я бы сказала, даже депрессует, то есть, ну, нет уверенности. А как водитель она будет порывистой, так скажем, вот, надо быть чуть-чуть поспокойнее и тоже показывает, быть внимательным в плане направо-налево, вот, внимание, здесь прям показано. Понятно. Стоит покупать. Выложила деньги в финансовую пирамиду, это у нас Наталья обманули, известно, делала такое. Вот, вернут ли деньги, это было 8 лет назад. Так, вернут ли, Наталья, деньги из пирамиды. Я еще такого не слышала, что возвращаю, но тем не менее, вернут ли, Наталья, деньги из пирамиды. Через 8 лет. Через 8 лет. Да. Был у вас такой, наверное, вроде? Да. Почел в Бодне, да? Вот, вот, интересно тоже, помогли, не помогли. Наталья, не вернут, и более того, знаете, это магические такие вот, как это, маги-волшебники, которые выстраивают эти сети. Нет, не вернут, и видно, что это болезненно, это прям, ну, тяжеловато, но тем не менее, факт остается фактом, не вернут. Они могут пичкать вас информационным потоком, но... Да, переключайтесь на другой пирамиду. Анжела, у нас время подходит к концу, скажите, ну, всех интересует, наверное, да? Да, сейчас будут, говорят, будут изменения, причем, ну, такие, которых мы даже и не предполагаем в мире, по всем, на всех фронтах, короче говоря. Вот, финансы. Финансы. То есть, у очень многих они, понятно, поют чего-то там. Скажите, если говорить о финансах, те самые перспективные места для, ну, я не говорю потерять, допустим, а получить. Ну, какие варианты есть? Инвестирование в недвижимость, в биржи, в новые профессии. Давайте вот три, потому что больше трех я не смотрю одновременно. Давайте. К примеру. Движимость в обучении. Обучение. Самое, вообще, биржа сейчас самое такое место, которое болезненное, легко уязвимое, но прям, ну, мало предсказуемое почему-то. Все, что касается недвижимости, рынок стоит, он может рвануть, конечно. Прибыль какую-то можно иметь, но прям в меньшей степени. А обучение, что оно дает, взаимодействие, да, здесь партнерство и, ну, переходите от службы действиям, делайте, получайте. Это ресурсно. Мы с вами вчера, когда беседовали, ну, был вопрос, я задавал по поводу криптобиржи, да, как она и будет, не будет. Вы скажите, вот, правда ли о том, что, я этот вопрос, по-моему, не задавал, о том, что деньги, те, которые, мы говорили, что они рано или поздно уйдут из обращения, которые сегодня действуют, да? Фиатные. Фиатные деньги, да. Ну, не все знают терминологию. И все пойдет в сторону цифровых денег. Действительно. Так, у меня вопрос, вот, будет ли принято, останется ли, допустим, главенствующая, вот на этот момент главенствующая валюта, тем не менее, в мире является, как бы никто не хотел, чтобы ее не было, но, тем не менее, доллар является, по-моему, сегодня главной валютой, да? И пока, вот, будет ли являться цифровой доллар тоже главной, как бы, валютой, поскольку идет смещение в сторону цифровой? Ну, где? Без вариантов. И сколько время, да, и сколько время, чтобы это было уже стало, цифровые деньги стали главным средством, так сказать, покупки и продажи? Цифровой доллар, он, ну, как бы, выглядит более выигрышно, да, скорее всего, потому что основательности вокруг него все это кружится. Вот, по поводу времени, я не скажу, потому что по времени я могу ошибаться, сколько на это уйдет. Ну, не буду даже обманывать, я не скажу по времени. Понятно. Хорошо. Цифровой доллар, да. Самое интересное противодействие было цифровой доллар, либо все остальные, семья остальных валют, так скажем. Цифровой доллар, он все равно будет стремиться, понимаете? Это лидер, он, даже лидер по движению все равно будет. Хорошо, давайте последний вопрос. Марина задает вопрос по поводу своей дочери Юлии. Есть ли на ней корча или переворот? Приворота нет. Это лишь страх ее, не знаю, паника, страх, что-то там нагнетается. А почему нет, я скажу, даже если взаимодействие какое-то на нее кто-то захочет, у нее очень хорошая забота, покровительство, так скажем, высшие сил. Прям вот ее оберегают. Она справится с любым, у нее очень сильная позиция по жизни, обережно ее как-то ведут. Не переживайте, нет. Все, что происходит, это личные страхи, которые надо ей просто пройти. Как вы считаете, Анжела, вопрос такой, вот сейчас у меня пришел. Я задавал такой же вопрос Галине, но не буду повторять, точнее, не буду говорить ее ответ. Скажите, как ваше мнение? Вопросы персональные, вот сейчас вот идут персональные вопросы. И вопросы, которые интересны, понятны, только тем, кто задает. А всем остальным, которые смотрят и слушают, это совершенно неважно, правильно? То есть каждого человека волнует его собственная какая-то судьба. Поэтому есть ли смысл в таких программах задавать вопросы частные, вместо вопросов, которых, наверное, интересует многих. Ну, типа, не знаю, и философские в том числе. А кто у нас главный человек или, скажем, Бог? Вот у нас Эдуард написал, скажем, теория большого взрыва не отвергает то, что божественное. Конечно, нет, да, Эдуард, но вы, в отличие от многих других умных, да, вы еще и разумны, понимаете? А вот это разные вещи. Поэтому вы задаете, вы говорите вполне справедливо. Но есть люди, которые у них или-или, у них не бывает по-другому. То есть материалистическая концепция наша, она превалирует. Поэтому же вопросы вот такие, да? А почему у вас денег нету? А почему у вас не получается? Я сколько раз об этом говорю. Ну, почему? Почему вы не задаете вопросы эти? А что тут? Мы решим эти вопросы? Вот сейчас вот там то ли Галина, то ли сейчас Анжела вам скажет, да? И что вы измените? Так в следующий раз будет другая ситуация. И опять вы пойдете спрашивать. Так вы или учитесь тогда, или вы как-то, ну, не знаю, приходите на... И сразу все вопросы махом будете задавать на сессию. Можно, да? Вы готовы? Ну, конечно, да. Я бы сказала так. Они имеют место быть, да, такие вопросы. Потому что люди задают их, естественно, из чувства, ну, узнать что-то лично про себя, прояснить ситуацию. Это нормально, да? Но когда мы задаем общего порядка вопросы, мы чуть-чуть расширяем свое поле и выходим, ну, как бы на уровень получения новой какой-то информации, которая нас же самих начинает, ну, заставляет подниматься. То есть расширять горизонты. Это, ну, лучшее приоритетное направление. Но опять же, человек эгоистичен, он хочет для себя что-то видеть. И тоже имеет место быть. То есть это не исключено. Ну, это нормально. Знаете, для чего это надо? Для рейтинга передачи. Не знаю. Для рейтинга программы, для рейтинга вашего, да, повышения. Но это чисто желание человека и все. Вот у нас Елена пишет, вот сейчас Елена Быстрова, да, пишет о том, что, ну, вот ей это неинтересно. Вот, пожалуйста. Конечно, темы же разные. И, знаете, частные вопросы в эфире, ну, неинтересно. А почему, дорогие друзья, тогда в таком случае, это философский вопрос, который я мог бы задать, допустим, да? Ну, я на него-то ответ знаю. Но смотрите, мы часть общего, правильно? Вечно? То есть все-таки индивидуальность – это капелька в океане, в море, да? Но ведь гораздо более важнее и серьезнее сам океан, чем одна капелька, верно? То есть мы часть общего. Так зачем мы тогда в таком случае выделяемся из этого общего, задаем свои частные вопросы, которые неинтересны другим? Ну, тогда идите и задавайте, честно, они имеют место быть совершенно верно. Ну, тогда идите в индивидуальную какую-то сессию, с астрологом, с астрологом, неважно с кем, да? И задавайте ваши личные вопросы один на один, задавайте. Зачем тогда здесь мучить, скажем так, других людей? Потому что я бы задал тут еще сотни тысяч вопросов, у меня они всегда есть. И потому что они всем интересны будут, серьезно делают. Они всем интересны, потому что это вопросы насущные сегодня. А почему идет война, да? А почему идет война двух братских народов? Ну, это, наверное, вопрос более интересный, чем купить ли мне машину и куда ли мне вкладывать, к примеру, без обид. Но, наверное, это более интересный вопрос, да? А почему сейчас просыпается вулкан, там, допустим, да? А почему, а что привело к устранению, допустим, одного по сравнению с другим? А почему возникла болезнь, там, допустим, да? А что будет? Ну, это более интересный вопрос, как бы. Они более насущные, да? Вот. А зачем вам эта машина, допустим, если у вас угроза вашей личной безопасности? К примеру, я не говорю конкретно, да? Ну, зачем? Ну, зачем мне вкладывать деньги куда-то там в крипту или куда-то еще, если у меня вот сегодняшняя ситуация, которая через год может вообще закончиться разрушением физического тела? К примеру, да? Ну, зачем мне это надо? А мы это знаем? Нет. Так давайте же узнавать намного более серьезнее. Вот я вчера беседую с Анжелой, да? Анжелой, извини, что в третьем лице, но я спрашиваю, вот этот человек, допустим, был бы полезен центру, да? Полезен. И Анжелой говорит, да, был бы. В каком направлении? Вот конкретно в этом направлении. И тогда это подтверждает, во-первых, то, что я сам знаю, но это же для пользы кого? Моей? Нет. Для пользы центра, да? Для пользы нашей всей. Почему? Вот. Мы говорим о людях, так? О каких-то людях, о наших близких, да? Вот вопрос. Очень хороший вопрос и очень справедливый. Что нам дают эти зеркала? Терминология у Викторовны. Это мы понимаем, да? Но. А как? Так вам же будет даваться вот эта ситуация еще и еще и еще и еще. Пока вы не решите эту проблему. Что мне хотят сказать? Вот, допустим, я ответил вам. А как вы это поменяете, расскажите? Ну, как вы это поменяете? Они что, перестанут пить? О том, что вы получили ответ, о том, что в прошлой жизни вы были, допустим, точно таким же. Они что, перестанут? Нет, конечно, они не перестанут. А что с этим делать тогда вопрос? Поэтому вопросы некорректные только и всего. Они не дают ответа глобального. Они дают ответы... Они практичные, конечно, но это сиюминутные вопросы. Ситуация меняется каждый день. Я задаю вопрос сегодня, он такой. Завтра, если я буду сидеть на диване, он ничего не изменит. Если я буду что-то делать, медитация, какие-то практики, он же изменит много. Правильно? Поэтому. Почему не сбывается? А потому что... Не сбывается, а потому что мы-то нифига не делаем. Нам говорят, вот надо. При каких условиях это произойдет? Ну, это же какая-то, с моей точки зрения, безысходность во всем этом деле. Почему? Ну, вот нам сказали, да, будет. При каких условиях будет, расскажите. Ну, мы с Анжелой, Анжелой, мы беседовали, да? Надо ли появляться конкретно вам на экране и когда? Помните, да? И был ответ определенный. При таком-то условии. Условия поменялись, и теперь все поменялось, верно? Вот и все. Логично? Логично. Ну, тут у нас появились... Сейчас у нас времени нет, да? Надежда. Очень часто можно увидеть себя, свою ситуацию, получить свой ответ, не задавая вопросов. Логично. Еще раз. Поэтому мы это и продолжаем делать. Я просто еще раз. Для тех людей, которые хотели бы получить не просто ответ, а еще и подумать, а почему эта ситуация случилась. Вы абсолютно верно говорите, да? Но этого мы же и делаем. Я же не говорю, что мы этого не делаем. У нас вот один на один был тет-а-тет. Там были вопросы, конечно, непредметные, неконкретные, да? Вот. Дальше. Давайте просто посмотрим вместе. Помирится ли Россия? Это уже не сегодня. Так. Вернется ли так? Это уже не сегодня, простите. Да, времени нет просто. Насколько можно доверять ченнелерам? Как определить, что они транслируют истину? Я понимаю, что доверие внутри. Душу не обманешь, но порой слушаешь, и тот прав и этот. Анжела, вы из тех людей, из тех, скажем так, тарологов, которым не обязательно карты. Да? Я как раз хотела Елене ответить на вопрос. Можно? Вот я поэтому его и останусь. На самом деле она задала вопрос, и там уже ответ есть, да? Как определить? Я понимаю, что доверие изнутри. Смотрите, когда вы кого-то слушаете, что значит слушать себя? Когда что-то идет не то, и ты прям в вибрации чувствуешь. Какие? Они могут быть не то, что там страшно или что-то. Мне комфортно. Либо ты понимаешь, что что-то не то. Доверясь в этот момент судьбе. То есть даже если вы не можете, ну, чтобы ваш ум там ничего не отвечал, ну, просто на стоп. Просто уберите эту передачу. Вернитесь еще раз, если вам так прям хочется. Вообще я бы всем рекомендовала больше, ну, как это, прокачивать доверие к себе, к своему миру. Потому что извне словить всякие там ловушки, ну, очень просто. Но когда ты слушаешь себя, ну, практически все, кто в Сангейт-центре, люди. Вот я просто обращаю внимание, насколько люди заточены на поиск. Когда ты сюда пришел, ты уже слышишь какой-то импульс изнутри. То есть сердечный центр, слушайте себя. Прямо в большинстве случаев я вижу, что когда людям объясняют этот процесс, он очень простой, но он очень эффективный. Просто это в какой-то момент нужно чуть-чуть потренировать сердечный центр. И просто будете чувствовать. Есть люди, конечно, которые, ну, имеют разные там, мне это нравится, и то нравится. Главное, чтобы не вовред, я бы так сказала. Ну, абсолютно верно. Абсолютно верно. Есть практика, она называется медитация. Просто мы не совсем понимаем, что такое есть медитация. Поэтому у каждого есть свои какие-то разные варианты медитации. Но, в общем-то, с этой помощью, вот, скажем, буддийская техника Випассана, к примеру, да, она очень конкретно об этом делает. И я находился там не один раз. Это более глубокий такой путь. Это очень серьезно. Но я просто как пример привожу, уже не конкретно там, о том, что действительно это можно найти. Потому что сегодня люди-то обращают внимание на мелочи, на самом деле. То есть, еще раз, главное-то нету. Вот я смотрю, там диалоги идут, да. Человек не обращает внимания на смысл. Он сам с собой беседует. Вот такая система у нас. Каждый беседует сам с собой. А как от этого избавиться? Очень просто, сказал Михаил Михайлович Звонецкий. Как избавиться от запаха? Отойди. И запах вместе с тобой. Дорогие друзья, вы абсолютно классно и здорово тут все написали. Татьяна 100%. Да, я согласен, допустим. Дорогие друзья, я хочу напомнить заключение о том, что мы встречаемся с Анжелой, представителем Таро-клуба. И мы будем эти программы продолжать делать. И сегодня как-то пошла движуха пошла. То есть, люди стали обращаться, а как попасть в клуб Таро. В клуб Таро, во-первых, есть квернты, это вопрошающие, те, кто не проходили. Но они могут уже сразу там найти и натренироваться, скажем, быть готовыми к следующему курсу. В следующий курс Галина будет вести в феврале месяце, поскольку в январе будут рождественские гадания. И поэтому там еще есть места не так много, а времени остается все меньше и меньше. Потому что в течение 10 дней, она много раз говорила, я все время забываю, о том, что будут приниматься люди, но не более 6 человек в день. Больше она говорит, я не тяну. Поэтому, соответственно, перемножаем 6 человек на количество дней. И вот мы имеем максимальное количество людей, которое она может принять. Не больше. Поэтому, если вы хотите получить расклад на весь год по месяцу, потому что было совершенно, вот люди пишут, которые в прошлом году брали, включая, кстати, меня, совершенно потрясающе. Это было, действительно, это дается на год, дорога дается. Очень интересно. Ну, программы у нас есть еще чисто финансовые, но это специфическая группа, финансовая группа, в которой будет принимать участие Анжела. И мы с ней договорились, Анжела, правильно? О том, что есть канал у нас, Таро, и там будут, там вопросы не будут приниматься, это будут только записи, но это записи будут очень интересны. Поэтому вы можете составить свое представление и впечатление о том, какие вопросы можно задавать и какие ответы на них можно получать. Всего доброго. Анжела, благодарю еще раз. Всего доброго. Все хорошо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok